Так, дискуссия. Теология — это наука, Соколов, Панчин, Муравьёв и ДР. Просто берёшь и делаешь. Поехали, что там дальше? Уважаемые зрители, в эфире программа «Тем временем» я, Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы — теология, наука, лженаука, инонаука или... Но прежде чем мы начнём дискуссию с моими уважаемыми собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. В кафедре теологии в российских вузах существует уже более 15 лет. Приняты образовательные стандарты. В Гарварде и вообще в ведущих западных университетах они по 500 лет существуют, блядь. Подольше даже, наверное. В каком-нибудь Болонском университете там почти тысячи уже. Да-да-да, именно. Но только в России все бомбят на эту тему. Даже Докинзу, блядь, похуй. То есть, ну, только вот самые, блядь, умные, как бы, россияне, они, типа, «А, нет, факультет богословия, не, блядь, хуйня, уберите, нахуй». Ну, есть такая странная, странная вещь. «Подработает диссертационный совет. То есть теперь по теологии можно защищать кандидатские и докторские диссертации». «А-а, как можно, нет, уберите, а-а-а». Ну, а че, можно защищать кандидатские и докторские диссертации почему угодно вообще, но... Видос заказан полностью, друзья, да? Да, это все рухнет сразу. «На зиму 2017 года намечены первые защиты, и это резко обострило споры о том, можно ли считать теологию в полной мере наукой. Сторонники позитивного знания относят ее к лженаукам, сравнивая с гомеопатией. Это происходит не только в России. Знаменитый британский биолог Ричард Докинз посвятил значительную часть своих работ критике религиозного мышления как такового». «Да, критику сиологических факультетов у него можете найти где-нибудь?» «Последователи Докинзов в российском академическом сообществе считают, что в качестве научной дисциплины достаточно религия ведения с его совокупностью проверенных подходов к изучению религии, а богословие должно оставаться внутри церковных стен. Не так категоричный гуманитариум». «Гарвард не существует 500 лет». «Согласен, ну почти 500. К тому же я добавил к Гарварду остальные западные УЗы только. Болонский университет, он, блядь, веки в 12-м, что ли, основан где-то так. Ему почти косарлив. Ну да. Есть такое». «Готовы признать теологию частью гуманитарного знания, которая принципиально отличается в методах постижения жизни от естественных наук. Между тем старейшие европейские университеты начинались...» «Не, ну просто проблема заключается в том, что, ну, у нас есть науки, которые, в принципе, не являются естественными. И я, честно говоря, не особо понимаю, в чем у всех бомбежка была по отношению непосредственно теологии, как академической дисциплины. Так наоборот лучше, что теологи будут защищать какие-то академические степени, будут становиться умнее, будут лучше спорить, у них будет больше контента, больше материалов, они будут более профессионально подходить к делу. «Шикарно же! Ну, по-моему, хорошо. Побольше бы таких, там, теологический, буддологический, там, шедавистический факультет нужно создать». «Ну, всякий человек может стремиться к чему угодно, и занимаясь условно лженаукой, человек может стремиться к объективным и независимым от какого-то конкретного человека утверждением. Но при этом быть лжеученым Панчин проебался с определением, я считаю. Он даже бы со мной согласился сейчас, я полагаю. Ну, то есть, вот он предложил определение, я думаю, сейчас просто ему доказать то, что вот он ошибся, очень легко». «В смысле, там, где есть наука, там нет места откровениям. Ученый, он должен быть беспристрастием, он пытается понять, как мир устроен. Когда мы говорим про такие вещи, там, искусство, которые совершенно замечательно есть, там, книжки про искусство, там, есть замечательные книжки про, там, может быть, и по теологии, есть интересное чтение, но мы говорим про науку, и там нет места ни откровениям, ни оценочным суждениям. И от личного мировоззрения экспериментатора, ученого, не зависит от того, как он может быть». «Ну, я обращаю внимание, что...» «Ну, теология, она тоже на объективном источнике как бы базируется. Ну, в том плане, что они пытаются объективно разбирать Библию. Ну, как объективно? В том плане, что они, конечно, верят в содержание Библии, но определенные трактовки дают, типа, объективно. Да, про гомеопатию было бы круто ему, конечно. «Статью по богословию, то, что Divinity на Западе называется, в статье по богословию ты, как бы, не можешь опираться на откровение, которое было тебе во сне явлено». «Да, очевидно. Ты опираешься на объективные источники, на объективные тексты. Так же, как и представитель любой гуманитарной науки, например. Тоже опирается на конкретные источники, на конкретные тексты и делает определенные выводы. Ну, то есть... «Ну, блин, теология — серьезная дисциплина. Как бы, ребят, ну тут как ни по сути, но ребята реально там парятся». «Другая проблема, что это не естественная дисциплина?» «Конечно, нет, не естественная. Это наука, в общем-то, ну, об исследовании Библии. Ну, и что с ней делать? А боги тоже, соответственно. Так, Вась, не знает, зачем они». «То есть, там действительно нет места откровению. Откровение, оно одно было, это Библия, как бы. А потом уже, типа, все. Уже на откровение не сошлешься, тебя отчислят, нахуй. Если нет. «То угодно делать, убые методы познания не допустимы, то почему бы не сделать астрологию в МГУ?» «Ну, хорошо, можно взять и интерпретировать астрологические тексты как откровения, и поэтому мы приходим к выводу, что астрология такая же научная дисциплина, просто она гуманитарная, понятное дело, что она не естественная научная, она имеет право на существование, и вот мы будем в МГУ преподавать астрологию». «А чё нет? Ну, во-первых, если там будет очень грамотно составлена история астрологии, если будет составлена много всего очень грамотно, то почему бы и нет? То почему бы, собственно, и, соответственно, и не сделать? Просто очень мало астрологов будет, соответственно, больших, таких крутых. «Спрашиваю, пишет, Шатов, привет, сколько видео в очереди? Вот это, вот это, и впереди аукцион, Сергей? То есть я не буду смотреть большие видео впереди, если что, запомните. В 8 часов аукцион, и я не собираюсь сильно после 8 начинать аукционить, вы помните? «Моя позиция не допускает двойных стандартов, если мы расширяем термин науку для того, чтобы включать диалоги, я не вижу, почему не я включить астрологию». «Ну, оппонент скорее скажет, что у астрологии, во-первых, плохо сформирован канон, так сказать». «Да, действительно, плохо сформирован канон. Да, около успею, видео 15 минут, но тут 41 минута, понимаете, просто мы это-то видео не успеем досмотреть, скорее всего, Сергей. Я не против денег, но, как говорится, учтите, что скорее всего будет, ну, мы скорее всего перенесем, вот прям очень вероятно перенесем». Скажем, то есть, там слишком много разных астрологических подходов есть, мистических. А во-вторых, она не является цивилизационно образующей. То есть, вот как... «Ну, да, например, кстати, тоже важно. Но при этом все равно можно создать кафедру астрологии, если найти большое количество грамотных кадров в рамках этой астрологии, а таковых очень мало». Понимаете, в чем дело начинается? Вот помните вчерашнее видео, которое было заказано? «Во сколько аукцион?» 8.00, ну, плюс-минус. Зависит от просмотра видео, соответственно. Мы немножко задержимся, судя по тем видео, что сейчас есть. Я заранее Сергея предупреждаю, что его видео, если оно будет опаздывать, мы смотреть не будем. Так вот. Так вот. Астрология, в принципе, может быть очень хорошо проработана, но проблема астрологов заключается в том, что они сами друг друга очень редко уважают. Вы помните, вчера, короче, мужик был, да, тоже астролог. Первый аргумент, который он привел против аргумента Панчина, там, ко всяким экспериментам, да, помните, Дмитрий Гребенкин нам заказал видос. И вот, соответственно, там был главный аргумент. «Ну, чё, ребят? Ну, чё? Ну, это просто все плохие астрологи были, как бы хреновые астрологи. Надо нормальных было проверять. Вот и всё». То есть у них авторитета нет, соответственно, других астрологов. То есть они не могут создать большую такую сеть, в рамках которой можно проводить большие академические исследования. Они не наберут такое количество реальных специалистов по астрологии. И если и наберут, ну, их надо готовить откуда-то, откуда-то брать. И в этом смысле, в этом смысле, конечно, астрологам тяжелее. Астрологам значительно тяжелее, чем русской православной церкви, у которой очень много адептов. Которая может себе позволить создать полноценную кафедру, да, у которой много исследователей. Даже людей, которые философией занимаются. Конечно, разница есть. Как бы ответил, наверное, православный, как мне кажется. Я не был бы согласен с этой. Не, ну и с магией вообще та же фигня. Маги очень часто друг друга говнят просто. Ну, вы помните, да, гой-гая, там все занимаются говном, только мы говорим правду, все остальные лохи, да. А, магог? Че магог? Да магог он скучный, говорит Лизард, например, да. Ну, скучный магог, хуйню какую-то несет, а надо магией, практикой заниматься. То есть у магов часто не находится вот этой вот, вот этого черты важной для академического дискурса. Вот компромиссность должна быть, да. Должна быть такая сфера, в которой много специалистов, и такая система компромиссов. ...позиции, да. На мой взгляд, христианство, оно не цивилизационно образующее, абсолютно. И, на мой взгляд, в астрологии при остром желании можно создать весьма неплохой канон. Согласен. Ну, согласен, да. Но православный бы так ответил. Магог у меня был, да. Понятно, спасибо, я потом вас же спрашиваю, что это про философию, просто очень важный бизнес. Ну, вопрос о научной философии я бы оставил за скопками этого обсуждения. Ну, я могу сказать, что есть принципиальная разница между философией и теологией, опять же, потому что философия не предусмевает откровение. То есть философы скажут, что я считаю, что Канн прав, потому что мне не дошло зрение. Ну, Свиденборг основывал свою философию на откровении. Проиграл. Всё, как бы Панчин только что опять проиграл. Ничего себе, вау. Кто мог подумать? Это среди философов его никто в серьезном понимать не будет. Ну, среди богословия. Генетический Детрис пишет, астрология строится во многом на рандомной хуйне. Лизард одно будет пиздеть, другой еблан второе, компромисса не будет. Вот поэтому они не смогут создать академическую дисциплину. Если бы было наоборот, если бы смогли найти некоторые единения, если бы смогли работать над канонами, текстами и изучать эти каноны и тексты, а потом, исходя из этой академической дисциплины, уже как-то магически и практически это все трактовать, могла бы получиться нормальная академическая дисциплина, короче. Просто другой вопрос, что на этой академической дисциплине они вряд ли бы занимались тем, чем они на самом деле сейчас занимаются, им пришлось бы именно академической работой заниматься, да? Читать тексты, расшифровывать тексты, переводить тексты, делать какие-то выводы. А что предполагал этот дядька? Мы-то в астрологии разбираемся, как бы, а вот эти все люди вокруг нас, они не разбираются в астрологии, да? Мы знаем современную астрологию, современные методы астрологии. Давайте как-то пробовать трактовать вот методы прошлого, вот по тем текстам, которые у нас имеются. Давайте предлагать свои варианты, а что они там думали, что они не думали. Вот я и объясняю, генетический детермист, я вам и объясняю. Дело даже не в том, что... Ну, а чем теология, в общем-то, крута? Тем, что она изучает непосредственно всю историю Библии и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот генетический детерминист. То есть, вот, они не доказывают Бога, теологи, по большей части у них не получается. Не получается. Но они занимаются большим количеством такой вот работы, ну, во многом гуманитарной, и это круто. Астрологи могут делать то же самое. То же самое, что и культурологи будут делать, они, по сути. Понимаете, будут выполнять функции культурологов, искусствоведов и так далее, и так далее, и так далее. Только в предметном области астрологии. Почему нет? Опять-таки тоже ты не можешь написать, что такое-то, такое утверждение, оно истинно, потому что на меня озарение с меня зашло. Не можешь. Тебе никто такую работу не примет. Идем в историю науки, и раз вы заговорили о Ньютоне, давайте сделаем еще 100 шагов назад, и окажется, что многие академические науки возникли из алхимии. Это же не значит, что мы сегодня будем алхимию в инстрах преподавать. Действительно, теология... Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет, согласен. Ну, просто потому что она не популярна, по тем же причинам, почему мы не можем астрологию преподавать, мы не можем и алхимию преподавать. У алхимии нет единого центра для преподавания. То есть нет достаточного количества людей, которые будут заниматься реально алхимией. Ссылка удалена. На скид маргарина плюс на видос. Я умираю. Водка. Игрушка дьявола. Кстати, какое отношение у скептика к алкоголю? Сорян, ребята, блядь. Сергей, я хотел из этого хайлайт сделать. Ну ладно, сорян.